Добрый день, с кем еще мы не пересекались, с кем не здоровался. Итак, сегодня мы с вами начинаем тему активного каталога, но прежде чем начну, я напоминаю, господа, что у нас просьба всегда, если вы хотите получать приглашение по вебкастам, я пишу вам ссылочку небольшую, АКМС ТФС 183, по которой вы можете зарегистрироваться, чтобы получать уведомления о том, какие вебкасты будут выходить в ближайшее время. Помимо этого, в конце мероприятия я скину ссылочку на онлайновую анкету, поэтому я в конце моей презентации скину ссылку на ютубовский канал, там, где вы сможете просматривать записи все. Итак, еще раз я напоминаю, коллеги, в конце мероприятия просьба заполнять анкету, для нас это очень важно, потому что мы можем определить, что вы хотите слушать, какую информацию вы хотите получать, ну и будем стараться готовить ее. Идем далее. Я напоминаю еще раз, что мы всегда должны не только получать из вебкастов вот эту информацию по IT-продуктам Microsoft, ну а также и Microsoft Virtual Academy, где вы можете ознакомиться с дополнительными семинарами, прослушивать модули по самым разным продуктам. Я вот видел тут оркестратор, еще интересует, но дело в том, что оркестратор, например, достаточно экзотический, далеко не все пользуются им. Поэтому, например, по оркестратору вы можете прекрасно послушать на Microsoft Virtual Academy. Да, пока что она в английском языке, но, думаю, в ближайшее время будет в русском языке. Я с коллегами веду работу на эту тему. Вот мы в партнерстве работаем, я и коллеги из России. Далее, не забываем скачивать обязательно продукты тестовые, Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, ссылочки вам предоставлены. Тестируйте, предлагайте вашим коллегам, тем, с кем вы работаете, чтобы они тоже попробовали, ваши отзывы нам очень важны. Ну, и последняя напоминалка, которую я, как всегда, буду говорить. Я напоминаю коллеги, что у нас стартовала регистрация на Microsoft Suite. Microsoft Suite – самая крупнейшая украинская конференция, IT-конференция, проводимая Microsoft. Тем, кто, знаете, как мы шутим, те, кто слушает веб-касты, у тех будет скидка до 40%, до 31 сечня, если они будут регистрироваться. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь, количество мест ограничено. Приоткрою небольшие, как говорится, тайны. В этом году сам формат будет несколько необычный, должен произвести на всех огромнейшее впечатление. Ну, а из спикеров вас ждут люди, мировые звезды, те, кто участвует непосредственно в написании технической документации, те, кто пишут книги, тех, кого многие из вас даже знают. То есть, это что касательно Microsoft Suite. Напоминаю, Microsoft Suite состоится 27-28 марта. Приглашаем всех. Хочу вас всех лично видеть там. Ну, а у нас сегодня начинается Active Directory, часть первая. Часть первая легкая, по которой мы поговорим с вами о том, что же такое активный каталог, как он появился, откуда он взялся, что это такое, для чего его использовать, какие продукты, например, использует Active Directory. Ну, и, естественно, небольшие инструменты по управлению. Сразу же говорю, сегодня у нас коротенькая сессия. Мы где-то посидим полчаса 45 минут, не больше, и после этого разойдемся. А уже на следующих мероприятиях мы с вами поговорим, то есть, открывая немножечко, взглядывая вперед, что у нас будет в следующем мероприятии. Это у нас будет управление активным каталогом, фактически, как он устанавливается, из чего он состоит, файлы, транзакции, как происходят, логическая структура, физическая структура, работа с групповыми политиками, разливка программных продуктов, естественно. Немножечко уделим внимания и безопасности, ну, и многое-многое другое. Фактически, у меня запланировано 9 сессий по активному каталогу. Активный каталог, я считаю так, если вы не знаете активного каталога, то с продуктами Microsoft на сегодняшний день работать практически неинтересно, потому что все продукты используют непосредственно Active Directory. Когда мы говорим об Active Directory, у меня, коллеги, меня слышно? А то говорят, что не слышно, меня это насраживает. Слышно, хорошо. Итак, когда мы говорим об Active Directory, у меня, естественно, возникает небольшой вопрос. Вы попробуйте ответить на него. Вот для чего нужен Active Directory? Для чего, что мы можем... Алло? Раз, два, три. Есть звук, коллеги? Ага, все, хорошо. На то меня насторожило что-то, что вы написали, что все пропало, да и я сам увидел, как это все моргнуло. У меня вопрос ко всем. Вопрос вот какой. Для чего нужен активный каталог? Не стесняйтесь, напишите пару ответов, которые вы считаете. Управляет жизнью всей сети. Один ответ. Еще какие варианты? Для чего? Авторизация. Тоже правильно. Для всего. Цены, данные, данные все. Еще какие варианты? Кому он нужен? Централизированное управление. Для центра точка управления аккаунтами. АДД для удобного администрирования приложениям доступа. Политики доступа. Ну, в принципе, да. Мы, вы совершенно правильно поотвечали. Хотя, вот изначально, Microsoft позиционирует так. Если говорить о службах каталога, смотрите, я говорю не Active Directory, а вообще службы каталогов всевозможные, это не только Microsoft, но и остальные, они необходимы, тут правильно было замечено, в первую очередь, для доступа к какой-либо информации. То есть, когда мы говорим о каталогах, это некий гигантский справочник, который хранит информацию об нашей инфраструктуре нашей. И, по сути, когда мы говорим о том, что активный каталог необходим, мы подразумеваем, мы хотим упростить работу пользователей. Фактически, мы делаем структуру нашей сети прозрачной. Но давайте посмотрим, пощупаем, что значит прозрачной и как это выглядит. Ну, простой пример. Я сейчас включу уже свой удаленный рабочий стол, с которым буду работать. Это у меня обычный серверочек. Вот. И мы с вами немножечко поиграемся. Сейчас я подожду, пока он загрузится. Все, коллеги, вам виден окошечко рабочего стола сервера? Просто там плюсики поставьте, если видно. Раз. Так, есть. Хорошо. Отлично. Потому что он так, с затормаживанием загружается. Я это знаю. Когда мы говорим об активном каталоге, вы правильно замечали. Это и аутентификация пользователей. То есть, Active Directory. Это управление безопасностью. Это управление настройками компьютеров. Но в первую очередь, заметьте, не Active Directory, а служба каталогов, необходима для того, чтобы сделать работу обычных пользователей прозрачной и легкой в нашем сложном IT-окружении. Ну, например, давайте сейчас что сделаем? Давайте вот что сделаем. У меня есть компьютер. Я на нем создам небольшую файловую шару. No sound. Секунду. Коллеги, звук есть? Звук есть? Раз, два, три. Есть. Хорошо. Звук есть. Итак, создаем некую папочку и в ней пишем ну что, шару обычную. Условно, это папка, в которую я сейчас расшарю. Одну секунду, сейчас будет картинка. И что делаем? Я ее просто расшарил. Представим, что у меня таких папочек море множество. Specific People. Я добавлю тут Everyone сейчас, чтобы он нам был доступен. Ну и достаточно. Я сейчас покажу пару примеров интересных. Как наши пользователи, как наши пользователи могут подключаться Я, господа, картиночка есть? Есть. Хорошо. Как наши пользователи могут подключаться могут подключаться к нашей вот этой шаре? по сути, давайте так. Я открою сейчас еще один компьютер. Еще одну виртуалочку. Я открою. Картинка периодично пропадает. Да, это потому, что я переключаюсь между экранами. Поэтому у вас картинка пропадает. Не переживайте. Хорошо. Сделаем. Я буду отсюда работать. Как будто это пользователь работает. Как ему к этой шаре подключиться? например, простой пример, когда хорошо, когда пользователь знает, и он, естественно, пишет, я хочу подключиться к компьютеру main. Тут дальше он ему пишет шара. Это хорошо. Это если он в локальной сети знает имя сервера. А если, предположим, главный бухгалтер звонит и спрашивает, простите, ребята, а вот я знаю, что у нас где-то хранятся документы внутри нашей организации архивы наших документов. И мне необходимо бы к ним подключиться. Ну как, вы как опытный админ, естественно, человеку скажете, либо пришлете письмо, что дорогая Мария Ивановна, так, вы, пожалуйста, обратитесь по адресу сервер, далее шара, слэш под каталог чего-то там какой-то и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, вы можете скинуть линком вот это все, сделать как гиперлинк, по которому наши дорогие бухгалтера, предположим, либо сотрудники нашей компании смогут обращаться. Но, как вы понимаете, в этом случае при большой инфраструктуре, при большой инфраструктуре, естественно, будет большая нагрузка на службу поддержки в виде поиска. Поэтому мы можем сделать такие вещи, как опубликовать наши папки в Active Directory. Да, совершенно верно. Я хочу показать просто, как это все будет выглядеть. Например, мы можем сделать вот такой объект, как файловая шара new и говорим объект в Active Directory, который называется, допустим, папка reports, reports мы говорим, и говорим, что у него ссылка на main slash шара. Окей. Но это не все. Но это не все. По сути, по сути, мы можем еще и вот здесь открыть свойства и сказать, что мне я могу добавить я могу добавить добавить еще ключевые слова. Например, report далее accounting финанс 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 окей apply сделали как следствие. Что у нас получается? Наш дорогой пользователь может теперь нас не напрягая просто-напросто зайти в сеть и сказать да, если он будет на своей клиентской операционной системе в этом случае открыть shared folders, если у него русский язык, он по-русски и по каким ключевым словам он ищет. Например, мы можем написать, что меня интересует reports. Reports он мне сразу же покажет вот ссылочку на эту папку, где я могу ее открыть, либо сразу же подмапить, подмапить ее как некий девайс. Это первый сценарий, простой. Второй более продвинутый сценарий. Действительно только что писали нам информацию про принтера. Когда мы говорим о принтерах, нет, вот мы, вот тут коллеги, я хотел бы заметить такой небольшой момент, когда мы говорим о пользователе, пользователе естественно всему нужно, пользователю нужно естественно всегда обучать. Например, мы должны их научить как пользоваться почтовой программой, мы должны научить их как пользоваться офисными продуктами. В данном случае мы как IT специалисты периодически должны проводить обучение пользователю. примитивное, простое собрать людей, допустим руководителей и сказать коллеги, вот я хотел бы вам показать мы заметьте коллеги, мы внедрили систему поиска информации внутри нашей сети, которая позволит вам искать по файловым шарам что-то. Второе, ну например, далее, ну вот примеры там воркшопы, это тоже интересный момент, либо же вы можете степ-бэй-степ-гайд написать, разослать, формат самый разный может быть, я не буду отвлекаться сейчас на это. Второй сценарий, например, опять же обучить, мы говорим проектив-директри, мы можем показать пользователям, как, вернее, как вы можете работать с принтерами. Ну, посмотрите, например, пользователи сейчас, когда особенно перемещаются между организациями, вернее, внутри организации, между офисами, им часто необходимо что-то напечатать. Ну, например, я могу сказать, меня интересуют принтера, пользователи, и вот я в данном случае поставил, но как пользователи добавляют принтеры, они говорят addprinters, и далее они говорят, я хотел бы тут добавить принтера, и так далее, и так далее, по различным пунктам идти. Посмотрите, что сделал я. Я только что в Active Directory опубликовал информацию о принтерах. Я прописал такие вещи, как локейшины, локализацию по нашим сетям, после чего компьютер начал находить ближайшие принтера к нему. Давайте посмотрим, как это выглядит все. Я для начала, я для начала в Sites and Services, посмотрите, я заранее подготовил небольшую инфраструктуру, где у меня есть какой-то Head Office, и есть Киев, Львов, Харьков, Одесса, сети, и у каждой подсети я прописал такой параметр, как Location. То есть, вот я его сделал, Location. Вы, наверное, сейчас, если попробуете зайти на этот же пункт, он у вас будет серенький, и кнопка Browse, вот эта, будет неактивная. Причина, эта фича по умолчанию отключена в Active Directory, однако, вы ее можете включить. Сейчас я покажу, коллеги, сейчас я покажу. Причина, потому что эта функция по умолчанию отключена. Эта функция по умолчанию отключена. Чтобы вот эта функция работала, ее нужно включить, ее необходимо включить при помощи, при помощи, при помощи групповых политик, Group Policy Management. Поэтому, посмотрите-ка, я сейчас открою. У меня на доменной политике я просто-напросто сказал, чтобы включилась для пользователей доступна работа по локейшнам. Вот это, где делается Policies, Windows Settings, ой, пардон, Windows Settings, Administrative Templates, Printers. И вот тут, посмотрите, Pre-Populate Printer Search Location Text. Pre-Populate Search Location Text. В этом случае, когда мы говорим о вот этом Pre-Population, что у меня произошло? У меня стал доступен, у меня стал доступен, например, вот этот пункт, который позволяет пользователям впоследствии и здесь, мне как администратору, Location выбирать. Теперь, что происходит? Когда я буду создавать новые принтера, например, где моя Control панель? Вот она. Я могу сказать, я хочу опубликовать принтер, представим себе, что это Print Server. и я говорю, я хотел бы Add Printer, The Printer, его сейчас нету, не Find, я говорю, добавить локальный принтер, который я буду шарить. Ну, я его опубликую, предположим, на LP3-порт сейчас. и далее, посмотрите-ка, я говорю, допустим, это там, Hewlett Packard принтер какой-то, Next, название оставляем таким же, а вот теперь, посмотрите-ка, он говорит, вы хотите, да, я его шарю, а теперь смотрите, я могу сказать, в каком он локейшене находится, и еще и не просто так, я могу сказать, он находится в Киеве, либо во Львове, в офисе первом, офис, и комната, предположим, 15-я, комментарий, маркетинг, принтер, посмотрите, что произойдет у нас, пока что, финиш, я открою его, свойства этого принтера, и вот тут, где шаринг, я говорю, публиковать его в Active Directory, в активном каталоге, окей, все, что в этом случае у нас, что в этом случае у нас происходит, я опубликовал его, давайте посмотрим, что у нас произошло в активном каталоге, когда мы посмотрим, у меня вот компьютер, ой, это домен контроллер, если я скажу view, и скажу, я хочу все объекты видеть еще и как контейнеры, в этом случае, вот они, мои принтера все здесь находятся, что произошло со стороны пользователя, пользователю, если нужно будет напечатать на каком-либо принтере, он переехал в другой офис, он может просто-напросто опять же открыть сетевую инфраструктуру в проводнике, после этого он просто-напросто открывает add device, либо принтер, это раз, либо посмотрите, он может сказать, я хочу поиск найти, опять же, принтеров, а теперь посмотрите, наш дорогой компьютер обнаружил свой локейшн, потому что я под сетям, для сетей, прописал локейшн, тема сайтов, тема сайтов, у нас хорошо будет рассматриваться через один, через один вебкаст, и смотрите, я говорю, покажи мне принтера какие, здесь имеются, вот, пожалуйста, find, он мне показал два принтера, но я могу сказать, меня интересует не просто принтер, а я нахожусь в комнате 518, в своем офисе, пожалуйста, он мне показал принтеры, только те, которые в этой комнате, либо, мой коллега находится в другом офисе, в другом офисе находится, в этом случае он попросил, чтобы я ему распечатал какой-то документ, да, пример, ему кинуть на печать, я могу сказать, я хочу обнаружить принтера, который находится, ну, допустим, во львовском филиале, вот, пожалуйста, он показал мне те принтеры, которые находятся во львовском филиале, фактически, что мы сделали, это можно делать, видите, это физическую топологию, я скрыл, я, грубо говоря, сделал, вернее, я описал физическую топологию в Active Directory, после чего, пользователи, как только, вот, видите, я еще раз покажу, я закрыл, networking, открываю, и если я говорю, я хочу найти принтер, он мне сразу же автоматом подставляет мои локейшины, которые я прописал в Active Directory, Sites and Services, к моим подсетям, он определил, в какой подсете, какой локейшн, и фактически, находит принтер, близлежащий ко мне, именно близлежащий ко мне, если мне нужно сузить поиск, я в этом случае могу сказать, а покажи мне все принтера, которые находятся в Украине, либо так, либо вы можете, естественно, вот так, вот на украинском уровне, вот он мне сейчас покажет все принтеры, которые у нас здесь имеются, выбирай, на который ты хочешь печатать, дальше уже определяется разрешение, именно принтерами, может пользователь печатать, или не может, это был просто-напросто пример, того, как мы можем использовать Active Directory, другой пример, Active Directory, как я говорил, мы можем использовать, и как гигантскую адресную книгу, чем, собственно, дорогой, любимый наш Exchange Server и пользуется, то есть, когда мы работаем с Exchange Server и Outlook, Outlook всегда подключается к Active Directory, находит наших пользователей, а далее просто-напросто показывает их свойства нам, которые у них прописаны, у этих самых пользователей, то есть, мы, активный каталог, используем, как громадный справочник, в котором хранится информация обо всем, о пользователях, о группах рассылки, о компьютерах, о файловых шарах, о принтерах, да и о прочих-прочих объектах, вы можете создавать, об этом мы поговорим на следующем занятии, свои классы объектов, которые впоследствии можете использовать, так, например, вы можете использовать для поиска, например, проекторы, которые по IP под сети работают, проектор, который будет находиться в Active Directory, чтобы пользователи могли его точно так же находить, точно так же. Хорошо, это было такое легкое лирическое отступление, по поводу того, как же мы можем использовать активный каталог. Какие же у нас имеются инструменты для того, чтобы мы могли работать с Active Directory? А, ну да, еще важный момент. Ну, естественно, в Active Directory у нас служит для аутентификации, также служит для конфигурации рабочих станций, для управления безопасностью, например, вы можете описать, какие программы пользователи могут запускать, какие не могут запускать, на какие веб-сайты пользователи могут заходить, на какие не могут заходить, и многое, многое, многое другое. Плюс, в дополнение, естественно, это централизированная разливка программных продуктов. Установка программных продуктов у меня будет отдельная сессия, поэтому. Итак, какие же у нас инструменты имеются? Ну, те, кто работали раньше, издавна с активным каталогом, когда ставили активный каталог, сервер Active Directory, в этом случае сразу же вспомнят. Основной программный продукт, с которым мы работаем, это Active Directory Users and Computers. Фактически, это основная тула, MMC-шная консоль, которая позволяет вам создавать пользователей, группы безопасности, файловые шары, управлять организационными подразделениями, фактически, управлять логической инфраструктурой активного каталога. Помимо этого, она позволяет нам управлять ролями, некоторыми ролями домен-контроллера, о чем мы поговорим на следующей сессии, во вторник. Следующая тула, о которой мы должны поговорить, это Active Directory Sites and Services. Sites and Services, та самая тулень, в которой мы описываем физическую топологию сети. Здесь мы описываем сети, здесь мы описываем непосредственно сайты, например, мой головной офис состоит из двух подсетей, подсетка одна и подсетка вторая, из двух подсетей. Я это все описываю. Далее, у нас имеется инструмент по работе Active Directory Domains and Trust. Если у вас сложная инфраструктура, тула, тула, тул, инструменты, если мы используем сложную инфраструктуру, многодоменную, либо вам необходимо подружить ваши службы каталогов с другими организациями, в этом случае инструмент Active Directory Domains and Trust позволяет вам создавать доверительные отношения. Ну что, для более продвинутых, для более продвинутых есть еще один инструмент ADSI Edit. Фактически это консоль ADSI Edit.MMC, в которой вы можете более тонкие настройки делать, работать с различными типами объектов и уже на низком уровне работать с Active Directory. Поехали далее. Какие еще инструменты у нас имеются? Поехали немножечко. Еще одна тула, низкоуровневая, которая у нас имеется для работы, это LDP. LDAP-ный инструмент, который позволяет нам выполнять действия, ну, почти что с командной строки, выполнять команды по отношению к Active Directory. LDAP-ные запросы. Посмотрите, я говорю, я хочу подключиться к какому серверу? Я говорю, к серверу main, это мой домен-контроллер, вот производится подключение. После этого это установилось TCP-соединение фактически. Далее, из-под какой учетной записи мне работать? Например, я могу сказать, не из-под этой, а из-под другой учетки. Но у меня, я сейчас доменный администратор, поэтому я могу из-под нее подключиться. Вот он проверил мою аутентификацию, говорит, да, все в порядке. А теперь он говорит, к какому разделу активного каталога, о разделах мы поговорим на следующей сессии, ты хочешь подключиться. Вот, пожалуйста, я хочу подключиться к этому разделу. Ну, а дальше уже мы можем, мало того, что просматривать все, что здесь есть, как обычно, но также и можем производить различные модификации над объектами. Ну, а я напоминаю, что здесь мы можем делать запросы по поиску какого-то объекта, выполнять изменения над этим объектом, то есть групповые какие-либо действия. Далее. Итак, далее, далее, далее. Далее поговорим немножечко об инструментах с командной строки. Вы можете, я сейчас вот так вот, ой, пардон, я открою Command Prompt в админском режиме, я включу для вас, чтобы вам было удобнее, цветовую палитру поставлю вот такую и шрифт сделаю большим. Посмотрите-ка, я могу выполнить какие действия. Ну, во-первых, вы можете управлять Active Directory с командной строкой. То, что я сейчас буду показывать, оно было доступно еще с Windows 2000. Чуть дальше мы перейдем к PowerShell. У нас есть DS, такие понятия утилиты, и допустим, ADD. DS, ADD, где у меня спрашивают, что вы хотите. Directory Service, она DS, ADD, ADD, это добавить какой-то объект в Active Directory, DS, GET, получить информацию об объекте, модифицировать объект, переместить объект, выполнить запрос и удалить какой-то объект. Давайте попробуем сделать DS, ADD, и после этого я должен указать, какой класс объекта я хочу сделать. Ну, например, я хочу что-то примитивненькое, поэтому OU, Organization Unit, хочу сделать. Вот у меня имеется домен lab.local, в нем Organization Unit Test, я под ним сделаю с командной строки сейчас новый Organization Unit, OU, только я напишу вот так, и мне покажет параметры, которые я могу использовать. Вот он говорит, укажи, пожалуйста, Organizational Unit Distinguished Name, описание, если хочешь, ну и из-под какой учетной записи вы хотите это все выполнить. В этом случае, DS, ADD, OU, я говорю, что я хотел бы, имя я впишу сейчас, Organization Unit Distinguished Name, смотрите, как я впишу, OU равняется, нужно именно в формате Distinguished Name, OU равняется New Test, запятая, OU под Organization Unit Test, запятая, в домене DC равняется lab, запятая DC равняется local. А вот, пожалуйста, минус description, протончик, вот тут вот пробел я поставлю, и описание My New OU. Хорошо, попробуем. Сексидит, проверяем. Я открываю наш Organizational Unit, организационное подразделение, смотрим, вот он мой, появился Organization Unit. Точно так же я могу создавать здесь группы, обратите внимание, вы можете создавать учетные записи компьютеров, контакты, группы, пользователей, квоты. Ну, например, чтобы не писать долго, вы можете группу создать. Я просто покажу пример. Group. Вы можете, пожалуйста, указываете, какое имя группы, где вы скажете CN равняется групп 1, Security Group, скоб, как она называется, SamID. Давайте попробуем быстренько ее сейчас сделать, и увидим, как это все делается. Я говорю, CN равняется New Group, запятая OU в Organization Unity Test, DC равняется Local, DC равняется Lab, DC равняется Local. Далее, что, я могу описать еще и какой группы, какой тип этой группы будет, Security, либо Distribution, область видения ее, домен локальная, глобальная, универсальная. Об этом мы поговорим в последующих сессиях, о том, какие группы, для чего использовать. В данном случае я хочу еще вбить один единственный атрибут, который называется SamID. SamID минус SamID и я указываю New Group. Есть, успешно выполнена данная группа, вот мы ее просматриваем, вот она появилась, посмотрите внимательнее, то есть, вот то, что мы вбивали непосредственно SamID, это Pre-Windows 2000. То есть, понятно, мы можем с командной строки выполнять такие действия, создавать, удалять некоторые объекты. Второе, что мы можем делать, второе, что мы можем делать, какие утилиты есть в командной строки, это LDIP DE и CSV DE. C-S-V-D-E утилита, которая позволяет импортировать либо экспортировать объекты из Active Directory, чтобы вы могли их точно так же импортировать в другой активный каталог. Ну, например, посмотрите, я сейчас CSV DE сделаю и хочу, чтобы у меня произвелся экспорт. Если я хочу произвести экспорт, минус F, далее я указываю, что я, например, хочу, начиная с Organization Unit Test поставить, поэтому я беру и вписываю хочу CSV DE экспортировать и далее пишу. Меня интересует, начиная с минус D, DSE root, откуда? Я говорю, я хочу, начиная с OU равняется Test, запятая DC равняется Lab, запятая DC равняется Local, и далее в какой файлик? C двоеточие касая файл 1 точка CSV. CSV. Вот, а, ну и я еще могу указать, какой класс объектов я хочу экспортировать. Вот он, минус R, это будет класс объектов. Плюс я еще могу описывать, какие атрибуты я хотел бы экспортировать, только лишь, я сейчас скажу, что все атрибутики хочу экспортировать. Все, выполнили, давайте посмотрим, No Long Files, пардон, In Order C, я создаю, а, вот у меня под каталог Temp есть, OU, секундочку, Слэш вопросительный знак минус F минус D это откуда начиная так, 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 и, думаю, серверный, я могу убрать вот это, вот этот параметр, и он тогда все нам напишет, он просто-напросто не нашел, где-то я ошибку здесь допустил, OU tail тест, да, я уберу F, чтобы он мне не демонстрировал ошибочку, нет, но if no credential is at CSVDE will bind сейчас-сейчас-сейчас я выше взгляну просто вот, оно просто пролистало, вот, коллеги, deru dn фильтр, который мы можем описать, search scope и, ну, вот я могу сказать, что класс в любые объекты еще укажу, вот, ладно, потом посмотрим, фактически это будет comma-separated value, текстовый файлик, где первой строчкой у меня будет ничто иное, как заголовочки имена атрибутов, а каждая следующая строчка в текстовом файлике будет индивидуальный объект, где его свойства разделены через запятую в том порядке, как сверху указаны, в том порядке, как сверху указано было в шапочке у нас, в первой строчке, те самые атрибуты, после этого вы можете импортировать csvde-i это импорт, есть еще одна тула, ldivde, то же самое, что и csvde, только с маленькой поправкой, вы можете не только импортировать или экспортировать здесь, это будут ldf файлики, в нем, в ldf файлике формат такой, каждый новый, каждый объект выделяя, идет объекты в виде набора атрибутов, где каждый атрибут с новой строчки, пишется атрибут, равняется атрибут двоеточие его значения, атрибут двоеточие его значения, каждый новый объект, двойной переход каретки, то есть два раза enter, это новый объект начинается, так вот, файлы примеров, так, ну давайте все-таки экспортируем, csvde минус f и дальше я говорю, я хочу с двоеточие, ну например, text, test1.csv только вот так вот, вот он экспортировал весь мой active directory, посмотрите-ка, я открываю его notepad, где у меня сразу же первый, первая строка, только я, wordprap не нужно, первая строчка, это идет не что иное, как перечень атрибутов, object class, distinguish name, instance type, where created, и так далее, и так далее, а каждая, следующая строка, это отдельный объект, вот, например, объект container users в домене, нашем, и полностью по нему описание, вы можете сделать csv файлик очень просто, у меня на домен контроллере здесь нету, у вас здесь нету, да, 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 вы можете точно так же, ну вот тут пример хороший подсказали, мы можем d, он у меня почему-то не подхватил вот этот сценарий, файл 2, минус d, не хочет он прихватить, нет, f я брал уже, коллеги, у меня где-то ошибка, нужно переписать просто-напросто, далее, что, погодите пару минут, далее, что, ldiv формат, это формат точно так же текстовый, а, да, перед, перед файликом, пардон, это я тормозил, вот, все, у нас файлик получился, файл 1, вот он экспортировал объекты, организационал юнит, где видите, имя этого объекта, класс этого объекта, имя его отдельное, дальше, вот у меня рабочая станция, класс, компьютер, и так далее, далее, вы можете в любом другом, актив, в директоре, их импортировать, он их импортирует с точной, полностью с иерархией, когда мы говорим про ldiv.de, ldiv.de, он другой формат, имейт, и я в конце поставлю каталог ldf, и вот, посмотрите, что у меня произошло, файлик ldf, я открою его, переименую, да, и вот, посмотрите, фактически, каждый объект, у меня выделяется набором строчек, где сами микрофоны, где сами объекты отделяются друг от друга, друг от друга вот таким enter, в отношении параллей, но я напомню, во-первых, паралли не хранятся в открытом виде, во-вторых, паралли не экспортируются, это не экспортируемый атрибут, поэтому вы можете экспортировать объекты, вот он прописал мне, видите, я полностью дал экспорт, вот, предположим, по пользователю какому-то, это рабочая станция, и у меня где-то была вот моя группа тест 1, вот мой пользователь пошел, видите, вот это пошел описание пользователя, где вы этот файлик при помощи LDFDE, можете импортировать, но с маленькой поправкой, видите, вот тут вот ChangeType, вторая строчка у каждого объекта есть, вы можете ставить Remove, предположим, вы можете ставить ADD, либо Modify, это означает, что вы при помощи LDFDE можете не просто импортировать, либо экспортировать, а модифицировать те объекты, про которые идет речь, модифицировать, и какие атрибуты вы хотите у них модифицировать. Дела у пользователей при лагоне, какой паз им вводить? Значит, смотрите, тут важный момент, когда вы импортируете пользователей, мы импортируем пользователя, пароль у них пустой, поэтому при помощи групповой политики, так как групповая политика стоит у нас, все учетки заблокированными будут, поэтому после того, как вы импортировали учетки заблокированы, вы можете только сменить пароль для них, для всех, set password, и потом уже разблокировать их. Пожалуйста, вот такой сценарий, то есть пароль по умолчанию, как вы поняли, пустой. Хорошо, что у нас дальше с командной строки? Естественно, начиная с Windows сервера 2012, у нас появилась возможность работы при помощи PowerShell. До 2012, в 2008 у нас была возможность исключительно работать с PowerShell, если мы подгружали, если мы подгружали, специально скачивали дополнительные модули. Теперь в Windows сервере 2012 уже идет модуль Active Directory, который позволяет нам работать с Active Directory. Давайте посмотрим, что у нас позволяется делать. Итак, я хочу посмотреть, какие команды, что мы можем делать при помощи командлетов. Я говорю GetCommand, которые входят в модуль Active Directory. Active Directory. Вот, мне сейчас покажут все командлеты для управления активным каталогом. Я хочу посмотреть только те командлеты, которые информационные, которые содержат глагол Verb, глагол Get. Пожалуйста, посмотрите, что мы можем делать. Я могу и учетные записи компьютеров, и информацию по лесу, и так далее, и так далее. Вы обратили, наверное, внимание, что все командлеты Active Directory, они начинаются, их существительная основная часть начинается с AD, Active Directory. Фактически, если я хочу посмотреть, например, пользователей Get AD, я указываю User, пожалуйста, и вот просто так он мне не покажет, он говорит, а фильтр задай, это командлет, который сразу же просит еще и фильтр, минус фильтр, я могу сказать, пожалуйста, фильтр, звездочка, всех пользователей покажи. Вот он мне показал всех пользователей Active Directory. но я говорю формат Table, где меня интересует вот в таком, ой, фильтр, звездочка, формат табличка. Вот мне показались все пользователи, которые у меня имеются. Я хочу посмотреть Distinguish Name и Name только по этим пользователями, Sam Account Name, так и делаю. Я говорю Distinguish, покажи мне только вот эти атрибуты, ой, Distinguish, ладно, я просто напишу Name, покажи мне пользователей. А вот показал пользователей из Active Directory. Что мы там с сетями работали? пожалуйста, AD 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 и у нас есть Get AD пардон, 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 сайт AD как же она у нас идет, дай бог памяти, так, забыл, get command минус noun звездочка нет is минус модуль directory, is Active Directory. AD replication, вот AD replication subnet. я говорю get AD replication subnet, вот, и посмотрите, знакомая картинка минус фильтр, покажи мне все, какие есть, и я говорю формат table, меня интересует name и пожалуйста location, вот то, что мы делали, вот оно прописало, вот мои подсети и какие location они имеют, то, что я прописывал. В самом начале, в самом начале кто-то спросил, а в XML экспортировать можно или нельзя? Вот теми обычными тулами вы экспортировать в XML не можете. Если же говорить о PowerShell, у него есть встроенная фича, у него есть встроенные командлеты, которые экспорт, посмотрите-ка, экспорт, в какой вы формат хотите? Кли XML либо CSV. Вот мы сейчас то и самое сделаем. Экспорт, кли, пардон, кли XML и я говорю, только я не так, я говорю, я хочу вытащить всех вот эти подсети, допустим, после чего я говорю, пожалуйста, экспорт, кли XML, имя файлика, путь, ц ц касая тест 2 .xml все, вот я сделал экспорт, давайте посмотрим, что у меня получилось на выходе, тест 2, вот XML, вы точно так же и пользователей можете экспортировать, где он экспортировал каждый объект отдельно, после чего вы можете точно так же сделать, сказать, я хочу импорт, допустим, если вам нужно полностью построить Active Directory в другом месте, вы можете сказать импорт кли XML имя файлика минус минус пас c двоеточие касая тест XML только я скажу, занеси это все в массив эти данные $Net равняется вот давайте посмотрим смотрим $Net чему равняется вот они мои подсети формат table где я их могу после этого создать new subnet ad replication subnet и буду подставлять то есть могу описать цикл который из этого из этой переменной будет импортировать все эти сети внутрь моего активного каталога это было команд лет но другой последний мега интересный инструмент которым мы должны поговорить это Active Directory Administration Center он появился в Windows сервере 2008 R2 Windows сервере 2012 2012 R2 его значительно расширили то есть да вы можете точно так же с графического интерфейса точно так же работать как и с Active Directory Users and Computers однако у него есть ряд дополнительных преимуществ ну например поиск такое понятие как поиск вы можете сказать я хотел бы найти пользователей которые вот так вот но в чем особенность вы можете сказать я хочу сделать расширенный поиск смотрите вы вот здесь в Active Directory Users and Computers тоже можете искать пользователей хотите найти да пользователей да Advanced какой-то какие поля чему равняются по именам по номеру телефона по номеру факсу по описанию и так далее и так далее однако здесь например я могу сказать найди мне пользователей которые with the password expiring in a given number of days у которых истечет пароль через определенное количество дней либо же покажи мне пользователи включенные которые не логинились в сеть более определенного количества дней смотрите что я делаю больше 15 нет он логинился больше 15 свыше то есть не логинился свыше 30 этот пользователь не логинился свыше 60 о то есть мой вот этот пользователь логинился в диапазоне между 30 и 60 днями вы можете кастомные настроечки здесь делать вы можете смотреть те пользователи у которых user with a password expiring in a given number of days важный момент пользователи у которых истек пароль например пожалуйста вы таким образом можете искать неактивных пользователей в вашем Active Directory далее вы можете ваши запросы здесь сохранять тест 1 сохранить этот запрос после чего вы можете его в любой момент запускать вот у вас сохраненные запросы появляются ну и последнее наверное самое интересное я по сути только что показывал как мы работали с Active Directory ну вот в частности в частности с глобаль ой с пардон с такой вещью как повышал здесь здесь мы во-первых можем работать тоже как вот это тула она работает поверх повышала она работает поверх повышала я могу сказать покажи мне task pain ой пардон task pain покажи мне а вот тут вот дальше management list options какие мы можем сколько пользователей ограничения мы можем встретить а вот тут посмотрите есть очень и очень такая скрытая тула которая windows powershell history я могу сказать я хочу создать задачу которая будет записи вести потому какие действия я выполнял powershell чтобы вы в дальнейшем могли работать ну например я хочу start task task 1 я могу несколько таких задач создавать и теперь смотрите что я делаю я говорю первое я хочу создать нового пользователя который будет называться user 125 предположим upn user 125 пароль мы ему делаем паспорт пароль опять делаем паспорт вот так вот хорошо все сделала он говорит что файл дрицет парольчик там у него не подходит где-то что-то так второе сезе паспорт юзер паспорт does not meet complexity сейчас добавим единичку вот так вот и все посмотрите он у меня ведет запись всех действий которые выполнялись над пользователем то есть в начале создался новый пользователь newaduseraccount сейчас я поднимусь наверх чуть-чуть newaduser вот он его сделал потом он сменил ему пароль вы можете смотреть с какими параметрами он выполнял эти действия после этого административ центр включил этого пользователя enable поставил и после этого внес еще дополнительные параметры которые связаны с этим пользователем непосредственно вот пожалуйста то что у нас делается то есть если я ntask start task task я если буду говорить я хочу создать ну вот что-то простенькое самое organization unit в этом случае вот он не сделает маленький маленький самый простейший видите newado organization unit имя и добавит в него параметры которые там возможно у меня были бы просто я не ставил никаких параметров да естественно это намек что изучаем поверсел то есть вы поняли вся вот эта тула работает с поверсел я напоминаю что вот вот это windows поверсел history она вот так вот скрыта вот здесь с краю поэтому не стесняемся используем есть еще одна тула которая скрытая еще один инструмент который скрытый который нам пока что я его не буду открывать я покажу впоследствии когда он нам понадобится как его активировать и как с ним работать коллеги у меня на сегодня грубо говоря все но у меня небольшой вопрос ко всем во первых заполнить анкету это раз анкета вот она и второе второе если сейчас пока вы будете заполнять анкету есть вопросы пожалуйста спрашивайте пожалуйста спрашивайте напоминаю если вы если вы задаете вопрос то просьба начинать его всегда вот с такого сейчас у меня загрузится презентация начинайте вопросы ваши да совершенно верно символа галочка чтоб я мог понимать что это вопрос а не просто комментарий какой-то то есть вот так вот а потом вопрос вот итак изменился драйвер принтера хэп и обновить на принтер на сервере как удалить все драйверы на этот принтер у пользователей это значит смотрите коллеги актив директор не хранит информацию о драйверах принтера он хранит информацию о том где этот принтер находится далее ссылку на youtube сейчас кину далее он хранит информацию о том свойства этого принтера двусторонний недвусторонний и так далее и так далее ну например если мы говорим о том что я хочу поработать с принтером вот посмотрите ка я сейчас покажу буквально еще один маленький момент вот сейчас покажу вот когда вы ищите принтера посмотрите ка вы как я показывал вы можете сказать я хочу в сети найти принтер секундочку я этот закрою все networking search я выбираю принтер и теперь посмотрите публикуется только информация о том он двусторонний не двусторонний да цветной не цветной вот find now он не нашел ни одного я говорю цветные но односторонний вот он мне показал то есть фактически в active direct републикуется только лишь информация о том что этот принтер умеет делать и где он находится location о драйверах драйвера хранит непосредственно сай сервер и когда пользователь подключается он первый раз закачивает эти драйвера и работает с ними если вы драйвера обновляете вы должны их обновить на файл сервере непосредственно а потом уже возможно запустить скрипт какой-то на пользователи где у пользователей будет отдельно обновляться драйвера на клиентской части active directory за это не отвечает он только публикует информацию а не управляет принтерами еще какие вопросы коллеги так ссылку я обещал одну минуточку я сейчас пришлю вам ссылочку на запись я ее добавлю потом в презентацию чтобы вы могли все видеть ее так если вы пока что напишите вопросы если есть какие может быть организационные так так ссылка 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 одну секунду буквально сейчас я вам дам ссылочку пожалуйста итак ссылка на канал вот так вот скрипт на удаление раздела про принтер в реестре подойдет ну и на драйвер соответственно скрипт на удаление раздела про принтер в реестре нет вы в принципе можете удалять пожалуйста но у пользователя тогда удалится и сам принтер и пользователь будет достаточно расстроен поэтому лучше обновление ссылка на следующую сессию вам завтра подойдет завтра или в понедельник придет письма со ссылками поэтому не переживайте там придет информация о будущих сессиях я хочу коллеги сразу же сказать так кому не приходят письма кому не приходят письма я напоминаю я открываю сейчас одну секундочку так кому не приходят письма обязательно перепишите вот ссылочку которую я вам дам и там зарегистрируйтесь то есть ссылка будет идти по вот пожалуйста сейчас одну секунду вот по вот этой ссылке пожалуйста вот ее перепишите вот эту ссылочку там зарегистрироваться чтобы вам приходили письма я сразу же коллеги говорю в следующий четверг вебкасты вторник будет вебкаст в следующий четверг у нас одного вебкаста не будет в следующем четверг вебкаста не будет а потом мы будем продолжать сессии но во вторник я расскажу что и как у нас будет дальше по плану у нас появятся новые типы сессий там еще появится немножко по windows 8.1 пару вебкастов будет какие вопросы будут да вот вот прямо сейчас эту ссылку попробую открыть вот эта ссылка это для того чтобы вы зарегистрировались чтобы вы зарегистрировались и я просто ее проверю да вот у меня она работает вы заходите по этой ссылочке и регистрируйтесь чтобы вам приходила информация по вебкастам по IT Pro коллеги если вопросов больше нету вопросы есть или нет я тогда буду останавливать запись единственное запись сегодняшнюю я выложу завтра потому что мне сейчас нужно убегать по делам завтра либо я сегодня вечером выложу ее подходит такой вариант вы что в administrative вы не могут вы вы вы